Все мы знаем народные пословицы. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Риск – благородное дело. Все мы рискуем почти каждый день. Но стоит ли это делать? Здесь добиться надо чего-то, кто стоит. Сейчас школу прогуливаю. О, чем это рисковано? Плохой оценкой. Были ситуации, приходилось чем-то рисковать. Ради детей, ради благополучия семьи. Стараемся не прибегать к этому. То есть осторожен чьи-то? Конечно. Почему? Вот, посмотрите, почему. А вот иначе вы здесь не жила, а вот рискнула сюда приехать. Не пожалели? Нет, сейчас нет. Мы в школе готовили салат. И мне надо было купить зелень для салата. Но магазин был закрыт. И мне пришлось идти в магазин, и я почти опоздал. Ну, я успела все-таки пойти. Все-таки рисковал, но риск твой был оправдан. Ты успел. Молодец. Гордишься собой? Стараюсь не рисковать. Почему? Ну, потому что надо проверенно как-то что-то делать, если это делаешь. Вот на зимнюю рыбалку ездил, рисковал всегда. Да, утонул. А ты внучку, что ли, брали? Нет. Нет, это у меня дочка младшая. Старшая, вот, больше сорока, это восемь лет. Тоже риск? Да. Ну, конечно, думаю, стоит рисковать всем, чтобы получить что-то такое в жизни особенное. Чтобы начать что-то. Изменить свою жизнь. Изменить свою жизнь в большинстве. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А у нас вся жизнь риск в наше время. А не рисковать, кто не искует, кто не пьет шампанское. Кстати, значений у этой поговорки несколько. Одно таково. При производстве настоящего шампанского вторичное брожение осуществляется непосредственно в бутылке. Давление, образованное в бутылке, достигает нескольких атмосфер. Раньше стеклянные бутылки производили вручную, и они были различного качества. Случалось, что бутылки взрывались. Мастера имели риск быть облитыми шампанским или даже получить травмы. Пока мы снимали сюжет, в неположенном месте дорогу перешли 8 человек. Между тем, до пешеходного перехода всего 30 метров. Нет, рисковать не стоит, где нет перехода, переходить все-таки. Они на переходе-то летят, как угорелые. Он на светофоре у нас на школьной. Горит зеленый свет. Уже две минуты люди должны идти, а они летят, как угорелые. А с жизнью, наверное, рисковать не стоит. Нет, если риск – угроза жизни, то я считаю, это необоснованно. Не стала бы рисковать семьей. Не променяла бы ее ни на что на свете. На какие-то высокие моральные ценности – это намного больше. Иногда риск спасает чью-то жизнь. А для кого-то риск – это очередная порция адреналина. Наверное, этот праздник учрежден для тех, кто не может без риска прожить и дня. И все же, как бы вы не любили рисковать, берегите себя. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.